Тем временем эхо американских погромов докатилось и до Старого Света. Там тоже в первую очередь под раздачу попали памятники. В Лондоне осквернили монумент Уинстону Черчиллю. В Бристоле памятник английскому филантропу Эдварду Кольстону. Погромами закончилась и многотысячная демонстрация в Брюсселе. Ну и похоже, в Европе бунт на расовой почве может привести к гораздо более серьезным последствиям. Если Штаты изначально страна мигрантов, такой большой плавильный котел, и там, несмотря на все обострения, белые, черные, мексиканцы, ирландцы, итальянцы, китайцы, все как-то худо-бедно, но научились сосуществовать, то в Европе переживающие сейчас сильнейший наплыв мигрантов, конфликт только начинается. Мигранты, пребывающие в Старый Свет, не хотят ни ассимилироваться, ни принимать образ жизни европейцев. Зато все знают про свои права. Евгений Ксензенко из Лондона. Новая мода редактировать историю с помощью расправы над памятниками пришла в Британию из США. Сначала в Брестоле выбросили в реку статую торговцу Эдварду Колстону. В 18 веке его семья продавала вино, фрукты, ткани и рабов, а памятник ему поставили за благотворительность. Он жертвовал внушительные суммы на обустройство школ, больниц и церквей. А затем снесли памятник уже в Лондоне другому успешному торговцу, одному из создателей корабельных доков столицы, Роберту Милликону. Приговор к сносу за сахарные плантации, которыми он владел в 18 веке на Ямайке, и 526 рабов. Это решение руководства музея Лондона, которое посчитало памятник, цитирую, частью режима отбеленной истории. Но и это еще не все. Протестующие уже подготовили список из 78 скульптур по всей Британии, которые, по их мнению, должны быть снесены. Среди них памятники адмиралу Нельсину, капитанам Дрейку и Кугу и другим деятелям королевства из эпохи Британия Владыч Самарей. То есть всем тем, кто расширял влияние Англии в мире, защищал страну или обогащал казну. Если это удастся сделать, то можно смело переписывать историю королевства, где хозяев окажутся многие бизнесмены и герои, в том числе и символ нации, бывший премьер-министр Уинсер Черчилль, отстоявший Британию во Второй мировой. В новой войне против расизма он неожиданно оказался на передовой в образе злодея. Внутри этого серого прямоугольника статуя Черчилля. Сначала памятник взяли под охрану полиции, а затем вовсе закрыли подобными щитами. Вот полиция просит всех отойти. Непонятно почему, возможно, пошли какие-то протесты, какая-то информация. В любом случае здесь три кольца до памятника. Так вот, когда были протесты, Черчилля назвали расистом, его скульптуру разрисовали, а бывшему лидеру Британии припомнили участие в колониальных войнах. Теперь можно продолжать репортаж. Так вот, получается, то, что раньше патриоты называли, чем гордились, а сейчас называется позор и стыд. В каждом из нас есть хорошее и плохое, понимаете? Но это не значит, что нужно уничтожать историю, памятники. Многие люди моего поколения даже не понимают, что, собственно, происходит. С чего вдруг? Борис Джонсон сначала мягко призывал решать вопросы демократическим способом, а не устраивать самосуд над памятниками. Ведь если встанешь на защиту истории, в нынешней ситуации, то же получишь клеймо у расиста. Статую Уинстона Черчиллю, национальному герою, пришлось закрыть из-за опасений нападения. Это абсурдно и неправильно. У нас не должно быть ситуации, когда протестующие атакуют полицейских и портят чужую собственность. А после недели протестов в Британии высказался жестче. Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмысленны насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании. И мы должны работать над тем, чтобы это было именно так. А это уже Франция. Здесь протесты продолжаются почти две недели. Париж, Лиль, Марсель, Леон. Везде одинаковая картина. Многотысячные демонстрации, погромы и столкновения с полицией. В столице Франции жандармы даже применили слездачевый газ и резиновые пули. Протестующие забрасывали их бутылками с зажигательной смесью и камнями. Во Франции протесты проходят острее, чем в других европейских странах. Здесь есть история своего Джорджа Флойда. Четыре года назад при задержании погиб чернокожий француз Трауре. Тоже уже символ, который теперь используют для оправдания погромов. Но движение «Жизни черных» имеет значение. В Европе это не слепое повторение бунтов США, а движение с европейскими историческими особенностями. Погромы в Британии, Дании, Бельгии, Индерландах, Франции и Германии. В отличие от США, это прежде всего столкновение культур. Знаменитый американский плавильный котел, а там по сути все эмигранты, в старом свете не сработал. Гурлящая смесь из бедных районов гетто, куда даже полицейские опасаются заходить, периодически загибает и вблескивается в протесты с поджогами машин и столкновениями с полицией. Если бы не смерть Джорджа Флойда, то рано или поздно нашлась бы другая искра, повод показать свое отношение к потомкам белых господь. Концентрация эмигрантского населения делается в определенных департаментах, в определенных городах, в определенных микрорайонах, которые иногда даже доходят до такой степени теперь ненадежности и опасности даже, что полиция ими больше в общем не занимается. Теперь у протестующих в руках козырь, чувствительная тема для европейской цивилизации, расизм, грехи прошлого. А значит, как кажется разгневанной молодежи, им сейчас можно все, даже нарушать закон. Вот так, например. Это Лондон. Подростки делают селфи на фоне полицейского, которого избивают их приятели. Эти правонарушители вполне могут быть внуками мигрантов, жителей бывших колоний Британии, которых позвали в королевство после Второй мировой войны. Англии была нужна дешевая рабочая сила для восстановления экономики. Экономику восстановили, а вот места для рабочих в стране так и не нашли. Своими для всех они не стали. Похоже, до сих пор. Убирайтесь к себе в Африку. Я помню, когда миграционные эти волны пришли в Германию, то тоже этих людей носили на руках. Просто благотворяли, как пришельцев, которых можно сейчас интегрировать в западное общество, которых можно сделать немцами или, скажем, с ними побратиться. Вот есть эти волны. Были эти тенденции, были эти эмоции, которые высплетели снаружи. Беженцы так и не стали новыми немцами. На фоне мигрантского кризиса рейтинг Меркель упал, а влияние президента Турции выросло. Ведь Европа, по сути, оказалась в заложниках у Эрдогана. Турция – последний шлагбаум на пути беженцев в Евросоюз. Беженские лагеря в Италии и в Греции по-прежнему переполнены. И еле-еле действует такой довольно странный, очень дорогостоящий для европейцев контракт с Эрдоганом, с турецким президентом. Ему дают миллиарды на то, чтобы он не пропускал беженцев с турецкой границы в Грецию, в Европейский Союз, одержал их у себя, кормил их там, находил, может быть, возможности даже им трудоустроить. Но это все до поры до времени. Без сомнений, опять появятся беженцы. И некоторые из них будут экстремистами, кто-то – террористами-исламистами. И, конечно, они используют миграцию в качестве возможности проникнуть в западное общество. Главным образом в Британию, Францию, Бельгию и Германию. И у них есть план закрепиться в Европе надолго. Коронавирус остановил не только экономику, но и миграцию. Остановил на время. Границы скоро откроют. А вместе с ними и дорогу к новому миграционному кризису. Ведь эпидемия ударила сильнее всего победным странам. Так что побег в Европу начнется с удвоенной силой. А значит, впереди новые ссоры союзников по квотам на размещение мигрантов и новые протесты. Поток мигрантов продолжает создавать вызовы для членов Союза, находящихся на его границах. Все это в общем контексте стало даже более сложным для Европы, так как нам нужно справляться не только с обычными задачами по миграции, но также и теми, которые связаны со свободным передвижением внутри шенгенской зоны. Поэтому на этом этапе становится важным, чтобы каждый член Евросоюза взял на себя ответственность в поиске компромисса, нового пакта о миграции и беженцах. Если в США американцы за сотни лет так или иначе научились жить вместе, то в Европе с момента миграции жителей из стран бывших колоний прошло всего несколько десятков лет. Слишком маленький срок для дружбы, доверия и уважения. Да и дружить не у всех получается. Культуры слишком разные. Протесты в Европе это прежде всего выплеск накопившихся проблем в обществе и претензий к европейской системе ценностей, точнее невозможности найти свое место в ней. С учетом экономического кризиса, вызванного эпидемией, и неизбежной новой миграционной волны, можно не сомневаться, подобные погромы это только начало. Вслед за полицией и памятниками можно предъявить счет к чему и кому угодно. Скажем, хоть к королеве, наследнице монархов-тиранов. Евгений Ксензенко, Влада Гриценко, программа «Главная». Такой была эта неделя. Выводы, как всегда, за вами. Мы увидимся с вами в следующее воскресенье и вновь расскажем обо всех главных и самых интересных событиях в стране и мире. Ну а прямо сейчас, в нашем канале, фильм о том, как создавался и строился главный храм вооруженных сил России. Уникальные съемки, эксклюзивные интервью, все этапы большого пути, от замысла до воплощения. Гигантская работа архитекторов и проектировщиков, художников и строителей. Все знаки и символы Великой Победы прямо сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok